Здарова, ребята! Сегодня пикапы Suzu D-Max на тест-драйве у нас. Давайте заценим, что за тачка. Субтитры сделал D-Max на тест-драйве. А потом поедем покатаемся. У нас на шоссейной резине автомобиль сегодня. Попробую, конечно, бездорожье найти. Но не знаю, что из этого получится. У нас Bridge Stone здесь стоит. 255, 60, 18 диски. Заодно, смотрите, пороги. Это, наверное, на бездорожье не плюс. Хромированные зеркала. Внешность прикольная у D-Max. Хромированная решетка. Похож он, конечно, на все остальные пикапы. Здесь в этом сегменте автомобилей много. Все вы их знаете. Hilux, L200, Amarok. У Mercedes даже есть пикап. У УАЗа есть пикапы на автомате. Теперь, кстати, ролики можно посмотреть по УАЗам на канале. Зайдите в раздел видео, полистайте. А по Isuzu я уже снимал как-то один раз обзор. Там был тогда другой двигатель. И машина несколько отличалась. Тоже, кому интересно, зайдите в описание. Там будет ссылка на плейлист. Это комплектация Flame. Сейчас мы познакомимся с ее особенностями. Из-за того, что внешне мы видим здесь противотуманки. Диодные ходовые огни. B-LED фары. И ближний и дальний свет диодный. Должен быть неплохой. Раньше, насколько я помню, была другая история с фарами. Сейчас все лучше в этом плане стало. Основной особенностью этого автомобиля является двигатель. Это трехлитровый турбодизель. 177 лошадиных сил, насколько я помню. Могу ошибаться, гляните на сайте. Ссылка на сайт дилера будет в описании к ролику. Там и с ценами сможете ознакомиться. 177, насколько я помню, лошадей. И около 400 ньютон-метров крутящего момента. Поза глаза хватает. У нас версия с механикой. Это комплектация Flame. И здесь у нас шестиступенчатая механика. И основная фишка двигателя в том, что здесь шестереночный привод ГРМ. И по сути, эти движки ставились на грузовые автомобили. Компании Isuzu говорят, что эти штуки миллион километров ходят. Гарантия 5 лет, по-моему, 120 тысяч километров. Но это кому важно. Опять же, можете на сайте все посмотреть эти детали. Движок очень крутой. Потом в движении покажу вам. Реально офигенная тяга. Даже на механике в городе вполне себе спокойно можно ездить. Но это потом позже покажу. На капоте, понятное дело, газовых упоров нет. Мужчина сможет и палочку поставить. Длина почти 5 метров. Ну, почти в том смысле, что больше 5 метров он. Здоровенная машина. Но на самом деле управлять им довольно просто. Есть еще версии, так называемые полуторные. Здесь два ряда сидений. Чуть похоже, посмотрим салон. Так сзади выглядят диодные стоп-сигналы. Часть фар диодный, часть с галогеновыми лампочками. Очень много хрома. Камера заднего вида у нас есть. Вот здесь она у нас находится. Хорошо, что высоко. Здоровенный кузов. Не знаю, есть ли здесь вкладыш или как это обозвать. В общем, пластиковое покрытие пола. Здесь голенькое все, как видите. Место вагон, конечно. Там кузов здоровый. Здесь полный привод у нас. Сзади мост неразрезной. Спереди приводы. И многорычажная подвеска. Ну, похожая на прадиках. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Вот здесь вы можете увидеть поперечные рычаги. Ну, похожая на тойотовскую подвеску здесь. Ну и для пикапа, на самом деле, довольно комфортный аппарат получился. Опять же, скидку делаем на то, что это пикап. И это, по сути, грузовая машина. А вот с комфортом седана вряд ли стоит сравнивать. Такая внешность. Акулий плавник даже есть. В целом, прикольно выглядит. Бешеная тут какая-то грузоподъемность. Все эти цифры, напомню, на сайте вы сможете посмотреть. Не буду вас нагружать этой инфой. Кому интересно, зайдут, глянут люди. Сейчас пойдем в салон. Кстати говоря, у нас здесь есть бесключевой доступ. Это круто, конечно. Что в рабочей, по сути, машине он имеется. Задний ряд сидений. В принципе, места достаточно. Хотя сидения без наклона. Не то, чтобы комфортные. Но есть у нас подлокотник. Кожаная отделка. Перфорированная кожа. В принципе, места хватает. Два подстаканника здесь есть. Так вот убираются. USB. Кармашки. Стеклоподъемники. Здесь кожаная отделка. Место под бутылку есть. Ну, пластик, понятное дело, простой. Смотрите, сверху здесь пищалочки мультимедийной системы. Звук нормальный здесь. Для штатной аудиосистемы вполне себе. Здесь не какой-то брендовый звук. Есть еще динамики в дверях. Но что касается места, здесь его вот столько. То есть, расстояние достаточно. Но если вы среднего роста, вы вполне себе нормально здесь поместитесь. Если вы двухметровый товарищ, то вам придется страдать в любом практически автомобиле. На заднем ряду уж точно. Так, сейчас познакомимся с передним рядом. У водителя мы видим электрорегулировки по высоте, по вылету. Кстати, неплохо. С точки зрения безопасности укомплектован. Боковые есть подушки, ручечка, шторочки здесь спереди. Ну и фронтальные две штуки подушки имеются у нас. Стеклоподъемники водительские автоматические. Материалы, отделки, понятное дело, простенькие. Потому что, еще раз напомню, машина рабочая по большому-то счету. Давайте посмотрим, как у нас тут на водительском месте. На улице жесткое, у нас солнце, поэтому двигатель заведен. Уже не обессудьте, придется его послушать нам. И послушать, как работает климатическая система. Здесь однозонный климат-контроль. Есть подогревайки. Двухдиапазонные. Здесь у нас USB. USB, кстати, 2,1 А. И это хорошо. Здесь еще один USB. И вот такая мультимедийная система. По мультимедийке, что сказать можно. Но, во-первых, что здесь есть камера заднего вида. Видите, немножко бликует он. Но, в принципе, видно все. Без адаптивных направляющих. Но хорошо, что имеется. Парктроников нет здесь. Мультимедийная система бесхитростная. Дисплей сенсорный. Мы можем телефон по Bluetooth подключить. Есть радио, диски. И через USB, соответственно, можем музыку слушать. Часть кнопок дублируется у нас. Звук хороший. Еще расскажу. Мне прям понравился. Но показывать его не вижу смысла. Потому что я, как понял, через камеру особо непонятно, как он звучит. Это надо самостоятельно вам слушать. Пластик простенький здесь. Но с фактурой под кожу. Здесь даже немножко ее есть на козырьке. И, в принципе, все нормально с этим. Тут кожаная вставка. Здесь, кстати, у нас такой бардачок. Тут есть розетка. Что-то можем заряжать. Там удобно. Этот бардачок у нас с ключом закрывается. В принципе, так выглядит торпеда. Здесь у нас управление шасси. Полный привод. Можем монопривод включать. Здесь порт-тайм. Нормальный, честный, полный привод. Жестко подключается. Есть понижайка. Блокировок у нас нет. Но я думаю, вкорячить можно ее сюда. Здесь даже заглушка. Я думаю, как раз для нее она и существует. Кнопка бесключевого доступа. Здесь у нас есть помощь при спуске с уклона. Вот такой вот подстаканчик. Тоже удобненький. Ну и здесь какую-то мелочь мы можем положить. То есть про водителя думали здесь. Здесь электропривод, зеркал. Свет мы можем регулировать. И освещение в салоне тоже мы можем здесь регулировать. Помощь при спуске с уклона еще раз. И отключение курсовой устойчивости. Она здесь имеется. АБС, ЕСП. Ну вот, собственно, курсовая устойчивость. Также у нас есть помощь при строгании в гору и так далее. То есть систем здесь очень много помощников. Вот такой мультируль. Мультимедийной системой можем управлять. Это у нас круиз-контроль. Не адаптивный, но он здесь имеется. Кожаная обшивка руля. Подогрева, как я понял, здесь нет. Вот такие у нас приборы. Обычные, аналоговые. Все бесхитростно. Здесь у нас переключаются режимы. Датчиков дождя, света у нас нет. Обычное зеркало. Эроглонас, подсветочка, подочечник. Здесь есть зеркальце для вашей дамы. Ну и в целом такой вот салон. Ну а здесь из показателей самые там основные. Вот это, кстати, кто шарит, может объяснить мне, что это такое. DPD Level. Это что это? Уровень выбросов? Или что это такое нарисовано? Я, если честно, не знаю. Или это экономайзер, не очень понятно. В общем, датчик температуры у нас есть. Ну и основные показатели у нас имеются тут. У водителя есть еще подстаканники, подлокотник с боксом. В подстаканник влезает литровая кола. Ручничок. Ну здесь все бесхитростно на самом деле. Штиступенчатая, видимо, механическая коробка. Ну так вот все выглядит. Сидение. Профиль даже есть какой-то боковой поддержки. Но рассчитан он, я думаю, на американский рынок. Поэтому он не ярко выраженный, чтобы, если ты большой и толстый мужчина, нормально мог здесь себя чувствовать. Так, ребят, ваше здоровье. Тест-драйв мы проведем от первого лица. Тест-драйв в черте города который. В общем, что нужно знать про то, как ездить на этом автомобиле? То, что первая передача в городе здесь, в принципе, не нужна. Огромное количество крутящего момента позволяет нам трогаться даже с третьей спокойно. Но я, как правило, пользуюсь второй передачей. И этого, в принципе, достаточно. Я, честно говоря, переживал по поводу того, что я давно не ездил на механике, что буду сильно тупить. Но эта механика, она позволяет вполне себе уверенно чувствовать себя, себе себя. Поняли, да? Передачи короткие, поэтому щелкать их придется часто. Но нужно добраться до третьей. И там уже спокойно ехать. Вот чуть больше тысячи оборотов. И он себя нормально, спокойно чувствует при всем при этом. Знаю, я быстро приловчился. И к пятиметровому размеру этого автомобиля тоже довольно быстро привыкаешь. Потому что обзорность шикарная. Зеркала, видите, здоровенные. И даже в это зеркало вам что-то видно. То есть, в принципе, нормально. Нормально себя можно чувствовать за рулем этого автомобиля. Ну, вот я сейчас на третьей передаче 20 км в час просто отпускаю газ. Сцепление, точнее. И все. И он спокойно трогается. Ну, мы чуть-чуть под скат, конечно, едем. И все равно он немножко напрягается, понятное дело. Но ехать можно. Лучше, конечно, не мучить вторую передачу. Включить. И вот на второй он вообще нормально трогается. То есть, первая передача нам, по сути, нужна для бездорожья. Интересно, зачем тут туда вообще понижайка. В общем, движок этот просто офигенный. Мне прям зашел. И если брать для бездорожья, то, ну, наверное, надо на механике. Хотя здесь есть автомат. Угол разворота сейчас заценим с крайней левой полосы. Ну, в третью. Вполне пойдет. Вполне пойдет. Я сегодня просто выдаю пачками урожения. Офигенные. То есть, нормальные. Учитывая то, что он больше пяти метров, угол разворота достойный. Ну, и управлять автомобилем довольно просто. Я говорю, даже на механике. В городе, то есть, мы вполне себя нормально чувствуем. Никаких проблем у нас с управлением автомобилем нет. И также с ощущением габаритов. Надо не забывать просто, что у нас вон там здоровенный кузов. Единственный минус этого размера, большого, в том, что парковаться не всегда удобно. На пятиметровой машине часто бывает кузов торчит. Очень шустренько. Вот прошли мы кольцо. Кстати, нет особых кренов на нем. Ну, опять же, учитывая то, какой это автомобиль. Вполне себе нормально. Только раз я эту фразу сказал. Это не говорит о том, что у меня небольшой словарный запас. Это говорит о том, что вполне себе нормально просто. Мне, кстати, нравится, что матовый пластик здесь. Кто-то говорит, что это дешево все выглядит. Но зато это дело все практично. И здесь, наверное, это все-таки важнее, чем дороговизна. Короче, показываю. Пробка, видим мы на мосту у нас на Димитровском, на Сибирске. Третья передача включена. Здесь, кстати, есть подсказчик еще. И все. Я немножко отпускаю сцепление, особо даже не прибавляя газа. Вполне себе нормально могу в этой пробке ехать на третьей передаче. И особо не напрягается двигатель. То есть, изи, изи. На этой механике и с этим двигателем спокойно можно передвигаться. Так, в общем, история какая. Приехал я на Луну Авто. Здесь, по сути, официальный дилер и располагается, и Сузы. И вот у них здесь есть тестовая машина на автомате. Автоматическая коробка с гидротрансформатором. Шестиступенчатая, в синем цвете. Вот такой мы уже снимали, как есть на канале видео с похожим автомобилем. По сути, ничем не отличается от той, которая есть у меня. Все то же самое. Но единственное, что у нас здесь автоматическая коробка передач. А так все абсолютно, абсолютно идентично. Вот еще, кстати, вкладыш, про который я говорил, я уточнил. Видите, воду не пропускает. Они с завода не идут. Они приобретаются как дополнительное оборудование только. Ну, вот имеются они. Еще раз. Вот такой вот синий. Димаксик. Очень классный. Так, ну что, ребят, посмотрели мы с вами Димакс на автомате. По сути, ничем не отличается, кроме того, что там есть автомат. Ну и там немножко доп. оборудования, получается, у нас имеется. Это ветровики, защита арок и вкладыш в багажник. Сейчас мы поедем, поищем все-таки бездорожье. Напомню вам, что автомобили я взял у официального дилера из Сузу в городе Новосибирске. Все ссылки вы найдете в описании. Если вы захотите себе приобрести этот автомобиль и хотите получить коммерческое предложение хорошее, заполните форму, которая находится в описании к этому ролику. Также там есть контакты, по которым вы можете связаться со мной. И любым способом, там, WhatsApp, соцсети, все контакты, в общем, есть в описании к ролику. Пишите мне, и я помогу вам получить хорошее коммерческое предложение. Еще один момент, который мне хотелось бы отметить. Ребят, я не эксперт. Я уже говорил про это в роликах своих. Я не буду вам советовать покупать какой-то автомобиль или нет. Это решение вы должны принять самостоятельно. Я вам могу рассказать только про свои впечатления об автомобиле и все. Понятное дело, что он там не едет сверхбыстро как-то. В нем нет избыточной мощности, как в каком-нибудь Dodge Ram, допустим, который имеет кучу лошадиных сил, там, Toyota Tundra. Это немножко другой пикап. И про другое он. Но свои плюсы в нем имеются, конечно. Мне хотелось бы послушать ребят, которые уже владеют этой машиной. Как вам этот автомобиль? Столкнулись ли вы с какими-то проблемами? Может быть, у вас есть какие-то видео? Где-то вы снимали их, не знаю, в Одноклассниках, ВКонтакте, на Фейсбуке. Скидывайте ссылки все в комментарии. Обсудим с вами, как этот автомобиль вообще себя чувствует в эксплуатации. Реально он ходит такие пробеги или нет? Потому что вот это вот интересно было бы. Кстати, говорят, вот в классе маленьких пикапов самая большая у него грузоподъемность. Я не помню точно, сколько килограмм. Но все это на сайте вы можете найти у дилера OFCN. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, как вам этот автомобиль, нравится он или нет вам. Что вы про него думаете? Думаете ли вообще про него? Может, никогда не видели даже. Вот интересно просто, как он вам понравился, не понравился. Сейчас попробуем бездорожье найти. Но, опять же, учитывая то, что здесь шоссейная резина, я не уверен, что стоит даже пытаться куда-то соваться на нем. Но попробуем, попробуем, посмотрим, что он может на шоссейке. Так, ребят, есть у нас тут вот такая холмистая местность. И сейчас я хочу попробовать немножко потестить режимы различные. Ну, типа спуск с уклона и вот эти все вещи. Я один на шоссейной резине. У меня нет даже лопаты. И, в общем-то, не очень хочется мне, конечно, рисковать. Так, сейчас мы включим режим этот. Короче, режим помощи при спуске с уклона. Включил я первую передачу. Полный привод и передача повышенная. Вот сейчас попробуем здесь с холмиков спуститься. Трава скользкая у нас здесь. На видео кажется, что здесь все просто. А на самом деле тут такой спуск довольно крутой. Надо как-то попробовать сделать так, чтобы автомобиль был цел. А вот. И я, чтобы был цел. Как я сюда подниматься-то буду, блин. Фиг его знает. Интересно, объездной путь тут есть. Да я не знаю, как сейчас помогает эта система. Вот я, кстати, отпустил тормоз. И на сцеплении она сама меня вот сейчас спускает. То есть, ну, ощутимо помогает. То есть, если ты сам совсем не бум-бум. Вот она какие-то звуки даже странные издает. Короче говоря, вроде как реально помогает эта вещь спускаться с уклона. Хорошо. И аккуратненько мы спустились. Спуск с уклона работает. И работает хорошо. Вот здесь у нас подъем. Включаем мы первую передачу. И не откатываемся какое-то время. Вот видите, да? То есть, нейтраль. Первая передача. Убираю ногу с тормоза. И позволяет эта система нам тронуться спокойно в горку. То есть, автомобиль не откатывается. Противооткатная система работает вот таким вот образом. Ну что, поехали дальше. Посмотрим, что у нас там есть по бездорожью. Жалко, что оператора нет у меня. Снаружи я не покажу вам как. Хотя, может быть, сейчас поставлю треногу и покажу. Сейчас немного геометрию попробуем проверить. Ну а на этих канавках мы сможем проверить работу подвески. Вот такой у нас крутой подъем здесь есть. И нам нужно подняться в него теперь. После дождя, после вчерашнего, здесь, конечно, не очень приятная дорога. Такой поворот. Ну-ка, давай, иди, Макс. На первой передаче просто повышенная. Я понижает не включал. Ничего. Пробуем заехать. Дури у двигателя дофигища просто. Спокойно у нас затягивает. Вот опять же, в подъем. Отпускаю тормоз, мы не катимся. Есть возможность у нас тронуться спокойно. Это отличная вещь. Так, окей. Поехали дальше. Холмы здесь достаточно большие. Я надеюсь, кстати, мы сможем здесь проехать. С нашими габаритами. Но пока что у нас получается все довольно легко. Вот такой вот уклон. Ну, в принципе, вроде бы ничего такого особенного. Но факт в том, что двигатель этот, он позволяет нам спокойно заезжать в такие подъемы. Так, нашел я небольшие лужицы. Я думаю, что здесь у нас проблем не должно возникнуть. Надеюсь. Вот. Поедем дальше. Вообще, конечно, я думаю, что если сюда поставить нормальную резину, здесь особо и блокировки не нужны будут. Я думал, тут будет какое-то препятствие. Здесь ничего интересного. Легко достаточно он карабкается в подъемы. Никаких затруднений не испытывает особых. На второй передаче спокойно заехал. Ну и, конечно, самое время начаться дождю. Я вот думаю, а есть ли еще где-нибудь выезд? Потому что у меня нет уверенности, что я смогу туда подняться, откуда приехал. И, наверное, поеду искать другой выезд. Потому что если сейчас там размоет все, то я не выберусь оттуда. Ну, классно. Тяговитый двигатель. Вот я поднимался в подъем, испускался. Очень круто на нем ездить, конечно. Блин, да хороший дождь. Ладно, едем. Искать выезд. Так, а дождь все усиливается и усиливается. Вот там я вижу цивилизацию. Наша задача как-то туда добраться. Ох ты ж, блин. Так, в эту горку нужно, наверное, подразогнаться немножко. О-о-о. Нормально. Ох ты ж, блин, а. Немножко дождя и все. И мы уже в попадосе. Не, надо... Туда мы точно не выйдем, откуда приехали. Сейчас попробую найти что-то другое. Резина замылилась и его уже тащит, куда попало. Я надеюсь, мы справимся. В общем, в такую погоду, я думаю, не стоит там куда-то ехать прямо в дикую грязь. Потому что на шоссейной резине и в одиночку, без лебедки, я думаю, я где-нибудь прилипну просто. Вот и все, что у нас произойдет. Поэтому возвращаемся домой. Но, в общем-то, потестить-то его удалось. Хоть и немного. И с уверенностью можно сказать, что партайм вещь. Трехлитровый двигатель, который здесь стоит, это тоже вещь отличная причем. Вот. И сюда бы резину, лифт кузова бы. Ну, в общем, немножко подготовить бы его к бездорожью. И я думаю, он очень хорошо поехал бы. Единственный момент, что его может остановить, это свесы. Это пикап. Большая колесная база. Углы въезда-съезда не очень удачные на пикапе. Ну, по типу кузова. Она, собственно, наверное, вот только эта будет ему мешать на бездорожье. А так автомобиль очень крутой. Я прям удовольствие получил от поездки сегодня. Поэтому всем, кого заинтересовал, езжайте на тест-драйв. Берите, пробуйте кататься. Автомобиль реально классный. Ну, а на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok